Язык постоянно меняется. Новое поколение всегда говорит не так, как поколение старшее. И при этом меняется в языке всё. Меняется его фонетика, то есть звуковая сторона, меняется грамматика, меняется лексика, то есть слова. При этом фонетика и грамматика меняются довольно медленно. Мы это можем заметить только если сравним, скажем, современные тексты и тексты 500- или 1000-летней давности. Если мы попробуем почитать древнерусские берстяные грамоты, то мы мало что сможем там понять. Почему это происходит? Просто потому что эти изменения происходят медленнее, чем меняются человеческие поколения. А вот за лексикой мы можем наблюдать гораздо проще, потому что она меняется быстрее. И сейчас мы поговорим о том, что происходит со словами, как они меняются и почему это случается. Самое очевидное, что может происходить со словами, это появление новых слов. Новые слова называются неологизмой и возникают они потому, что меняется мир вокруг нас. У нас появляются новые явления, появляются новые предметы, новая техника, новая одежда, все что угодно. И для того, чтобы об этом говорить, нам нужны слова. У языка есть два способа получения новых слов. На самом деле больше, но два основных. Мы можем заимствовать слова, уже готовые из другого языка. Например, это то, что сейчас происходит с английским языком, вернее, с русским языком, который заимствует из английского. Или мы можем придумать собственное слово, используя исконные собственные корни. В русском языке такое тоже происходило. Мы можем совсем с нуля придумать слово или сделать так называемое калькирование, когда мы берем какое-то слово и поморфемно его переводим на наш язык. Ну, например, слово небоскреб. Самый классический пример – это калька английского skyscraper. То есть мы перевели sky – небо и перевели scrape – скрести. Получилось слово небоскреб. Таких слов в русском языке довольно много, правда, большинство из них старые. Это разные научные термины. Например, правописание – это калька греческого орфография. Правильно пишу. Некоторые лингвистические термины, например, подлежащее, под чем оно лежит, можно спросить, это калька с латинского subjektum – то слово, которое сейчас в русском есть в виде субъект. Или, скажем, насекомое, которое in sectum – от корня sect – нарезать. При этом интересно, что заимствовать или калькировать – эти тенденции в русском языке меняются. Мы помним спор славянофилов и западников в XIX веке, когда одни говорили, что не надо заимствовать, а другие говорили, зачем придумывать, если можно взять готовое. Например, название «спорт» очень хорошо это иллюстрирует. Скажем, все современные, особенно экстремальные названия спорта, какого-нибудь бейсджампинг или дайвинг, являются заимствованиями из английского языка. Мы их не переводим. А, например, старые слова, скажем, спортивная ходьба, калькируются словосочетанием, а не заимствуются, иначе бы это у нас было бы рейсвокинг, так же как бейсджампинг. При этом языки различаются с точки зрения того, предпочитают ли они заимствовать или образовывать из собственных корней. Русский, как мы видим, в нынешнюю эпоху больше заимствует, а, например, хорватский, другой славянский язык, предпочитает собственное словообразование. И в отличие от близкоростного ему сербского, который, как и русский, заимствует, в хорватском есть слово «отбойка», которое происходит от слова «отбивать» и значит «волейбол», слово «ногомет», которое обозначает футбол, метать ногами, слово «мимоход», которое обозначает парад, ходить мимо и так далее. Таких слов нам довольно много. Противоположная неологизмом тенденция – это исчезновение слов. Про это говорят в школах, поэтому подробно мы на этом остановиться не будем, но несколько слов все же стоит сказать. Исчезающие слова можно разделить на две группы – архаизмы и историзмы. Историзмы – это те слова, которые исчезли, потому что исчезло явление, которое этими словами обозначалось. Ну, действительно, меняется окружающая жизнь, и уходят какие-то предметы быта, уходят блюда, уходят одежда, уходят разные профессии, роды занятий, и вместе с ними уходят слова. Скажем, у Пушкина в Евгении Онегине есть известные строки «Бразды пушистые взбивая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, а в тулупе – в красном кушечке». И в этом четверостише и коротком полным-полно историзмов. У нас больше нет кибиток, без кибиток у нас нет ямщиков, хотя, в общем-то, мы могли бы вполне называть таксистов ямщиками, но не сложилось. Без ямщиков нет облучков, на которых они могли бы сидеть. Мы больше не носим тулупы, ну или почти не носим, а уж кушаки, такие вот широкие пояса, мы точно не носим. Это все историзмы, тут просто. С архаизмами дело обстоит сложнее. На самом деле лингвистика далеко не всегда может объяснить, почему это происходит. Скажем, если мы возьмем человеческое лицо, то некоторые части его стали архаизмами. Скажем, вместо чело мы говорим лоб, вместо ока мы говорим глаз, вместо уста мы говорим губы. А некоторые остались уши и нос, как были тысячу лет назад, так и остались в современном языке. И лингвистика, к сожалению, не может объяснить, почему это произошло именно с устами и челом, а с носом и ушами не произошло. И также лингвистика не может объяснить, почему это произошло именно в том веке, а не на два века раньше или на два века позже. Но что лингвистика может объяснить, это то, почему это слово заменилось именно на это, а не на другое. Скажем, посмотрим на замену слова ока словом глаз. Эта замена произошла только в русском языке, даже в близкородственных, белорусском и украинском, сохраняется слово око. Глаз в древнерусском языке обозначал такой стеклянный шарик. И, по всей видимости, в молодежном жаргоне, ну или просто в просторечии с этим словом, по схожести называли, грубо называли очи. И так часто бывает в языках мира, что чем больше мы употребляем жаргонизм, тем менее жаргонным он становится, тем более привычным он становится и в какой-то момент просто вытесняет исходное слово. Так и произошло со словом око. В какой-то момент глаз перестало быть таким вот просторечным жаргонным словом и стало обозначать глазное яблоко, и при этом только в единственном числе, если мы про два говорили, то это были очи. А дальше слово очи стало восприниматься как такое возвышенное, как мы его воспринимаем и сейчас, а вместо него появилось слово глаза. Такое происходит и в других языках, например, немецкое слово kop, которое обозначает голова. Это заимствование из латыни, латинского слова, которое обозначало чашу, как английское слово kap. Почему это слово вытеснило исконную немецкую голову? Потому что в средние века было очень много рыцарских романов, которые были очень популярны в то время. И там все время описывалось, как какой-нибудь бравый рыцарь разбивает на мелкие кусочки чью-нибудь голову, как вазу или как чашу. И из-за популярности этих романов слово чаша в значении голова в скором времени вытеснило исконную голову. Так что таких примеров, как даже организм вытеснил литературное слово, и получился архаизм, в языках мира много. Но самое интересное – это не появление новых слов или исчезновение каких-то старых, а изменение значения слов, потому что чаще всего это то, что обычные люди не замечают, а замечают это лингвисты, проводя специальные исследования. Ну, например, есть слово «переживать». Совершенно обычное слово, которое мы используем в нашей повседневной жизни. Однако еще 60 лет назад его нельзя было использовать в таком значении. У слова «переживать» было исключительно значение изображать какие-то эмоции на сцене про актеров. Дальше в какой-то момент слово «переживать» расширило свое значение и стало обозначать не только изображение эмоций, но и когда человек действительно испытывает эти эмоции. Но при этом нельзя было просто переживать. Можно было переживать отчаяние, переживать тревогу, переживать расстройство. И спустя еще несколько десятилетий обязательно дополнение у этого слова исчезло, и мы получили возможность просто говорить «я очень переживаю» значение «я очень волнуюсь». Так вот незаметно меняется значение слова. Есть четыре основных типа изменения значения слова. Это расширение, как мы увидели со словом «переживать». Ну, например, слово «город» раньше обозначало только ограду, а стало обозначать и то, что находится внутри этой ограды. Или слово «палец» раньше обозначало только большой палец, а стало обозначать все пальцы, вытеснив слово «персты». Может быть, наоборот, сужение слова. Например, слово «наказать» раньше обозначало просто передать какие-то указания, а в современном языке стало обозначать именно наказание за что-то плохое. Ну и, наконец, два самых известных, обсуждаемых в школе. Случа – это метафора и метонимия. Правда, в школе это обсуждается с литературной точки зрения, но в языкознании они тоже есть. Метафора – это когда слово получает дополнительное значение по схожести. Ну, например, мы говорим «золотые руки», хотя они сделаны не из золота, а они ценятся так же, как ценятся золотые предметы. И это не литературная вещь, это у нас прямо в языке есть. Ну или, например, когда мы говорим про время. Время может течь, как вода, время может идти, как человек, время может бежать, тоже как человек, или лететь, если мы считаем, что оно очень быстро движется. Мы можем находиться внутри времени и использовать пространственные предлоги в значении времени. Мы можем быть в лесу или в пять часов. Мы можем подойти к лесу или сделать что-то к пяти часам. Мы можем смотреть в будущее вперед и можем оглядываться назад на прошлое. Это пространственная метафора в значении времени. Ну и, наконец, метонимия – это перенос по смежности. Ну, например, автобусную остановку мы называем остановкой именно потому, что там останавливается автобус, делает остановку. И вот все вот эти изменения значений очень интересно описывать. И лингвисты это делают с помощью корпусов текстов, огромных собраний на несколько десятков миллионов слов, где можно проследить то, как менялось использование слов в течение веков. Ну, а если вам интересна история слов, то про это написано много замечательных книг и этимологических словарей. Самая последняя книга, например, вышла буквально за несколько дней до того, как я записываю это видео в июне 2020 года. Это книга Марии Елеферовой под названием «Панталонный фраг-жилет», где рассказывается про историю многих слов, пришедших в русский язык или бывших в русском языке изначально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова